Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмили, и сегодня мы с вами будем кушать две вкуснейшие шаурмы. Купила по дороге, во влоге вы все это увидите. Я сначала хотела пойти купить Макдональдс, но там была такая огромная очередь. Вы увидите в видео, во влоге. Причем, знаете, очередь такая странная. Ты не знаешь, кто за кем. Просто стоишь, ждешь. Я подумала, что там стоять. Неохота. Лучше куплю шаурму, поем. Очень голодная. У меня такое ощущение, что я год не ела. Сходила по магазинам. Настроение испортилось в Нью-Йоркере. Я, например, одеваю вещи. Я взяла 15 вещей. Мне же их надо одеть. Девушка каждые 15 секунд, не знаю, 20 секунд заглядывает, что ну все вы там, ну все вы там. Это жутко неприятно. И даже выбешивает. Но шаурма вкусная. Она поднимает настроение. Если у вас тоже нету настроения, бегите, покупайте шаурму. Очень люблю шаурму. Здесь соленым огурцом, мясом, зелень. У нас, к сожалению, до сих пор рестораны, они не работают. То есть они работают на самовывоз или нужно заказывать через доставку. А доставка, естественно, за свои услуги хочет денюжку. И причем немало. Приблизительно столько же, сколько бы стоило такси. Посмотрите, какой красивый чехол я купила. Какой он приятный на ощупь. Бомба. Мне очень понравился цвет. И вы знаете, в других магазинах такие же чехлы стоили 6-8 монат. А я купила за 10. Дороже, то есть. Это 430 рублей. Я специально купила там. Потому что именно там был этот потрясающий цвет. В других магазинах не было таких ярких. Острое, кстати. Кто придумал соединить все эти ингредиенты, засунуть в лаваш и сказать, что это шаурма. Вот кто придумал, скажите, я пойду его обниму. Людей настолько много в магазинах. После карантина, после того, как все магазины были закрыты, люди как будто с цепи сорвались. Айка, ответь, пожалуйста, на вопрос. Если бы у тебя не было бы высшего образования и стабильной работы, но зарабатывать как-то надо, чем бы ты занималась? Не знаю, честно, чем бы я занималась. Если бы не было бы ютуба, если бы у меня не было бы образования и стабильной работы, наверное, я бы работала в сфере красоты. парикмахером. Возможно, визажистом, потому что эта вся тема мне очень близка. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, на самом деле. Невозможно предугадать, вот что бы было бы. Но я очень рада, что я не послушала родителей и не пошла в педагогические. Потому что я совершенно не моя сфера. Айка, подскажи, пожалуйста, что подарить напарню на год отношений. Не знаю даже. Мне кажется, не столь важно, сколько это будет стоить. Самое главное, что вы подарите от всей души, как бы от всего сердца. Я бы подарила какую-то рубашку или, возможно, какую-то футболку от хорошего какого-то бренда. Раньше я считала, что девушка ничего не должна дарить парню, а парень должен дарить девушке. Сейчас я считаю иначе. Все должно быть взаимно. Мне кажется, рамка с фотографией или какой-то сувенир это слишком как-то по-женски, что ли. Лучше подарить что-то, что ему действительно нужно. Например, пауэрбанк. Если он действительно ему нужен, но у него его нет. чтобы вещь была действительно нужная. И каждый раз, когда он брал эту вещь в руки, он вспоминал вас. Потому что у меня, например, мне кто-то подарил какую-то вещь. Каждый раз, когда я беру ее в руки, я вспоминаю этого человека. Мне кажется, круто будет, если у него тоже будет что-то в память о вас. Две шаурмы, мне кажется, маловато как-то. мне однажды подарили телефон на год отношений, причем очень дорогой телефон. Я долгое время не хотела его брать, потому что я чувствовала какую-то ответственность, что вот такой дорогой подарок, а вдруг мы расстанемся, а вдруг что-то произойдет. Вот. Мне кажется, мужчине тоже неудобно будет брать у вас какой-то супер дорогой подарок. Поэтому лучше не что-то дорогое, а просто от души, от чистого сердца. Мне кажется, мужчины они не настолько как бы зацикливаются на таких вещах. Нам становится обидно. Вот год, он ничего не подарил, как он мог, он забыл. Мне все-таки кажется, что они как бы проще относятся к таким вещам. И даже если вы подарите какую-то мелочь, он не будет из-за этого раздувать. А вот женщины... Попробуй подарить мелочь. Это просто такой тебе скандал будет. Мама, не горюй. Мои первые отношения начались в 18 лет. Я считала, что это пипец рано. А сейчас я смотрю передачи «Беременна в 14, родила в 15». Согласитесь же, в наши времена мне кажется, совсем по-другому все было. Сейчас как-то дети быстро взрослеют. у нас в 9 классе была девочка, которая первая забеременела. Сейчас у нее двое или трое детей. И вроде как она счастлива с этим мужчиной, но живут они очень бедно. Рано родить это неплохо. Главное, чтобы тебя устраивало положение вещей. Я, например, рада, что я рано не вышла замуж. Если бы у меня были бы дети, я бы не смогла так вести канал. Все вываливается уже. Человек, например, в 25 лет может быть не замужем, но наоборот может хотеть замуж. Самое главное, я всегда говорю в видео, это гармония с собой. Если вам комфортно в 19 быть замужем и с ребенком, это круто. Если вам некомфортно, то не надо. Кто что скажет, господи. с собой, что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запивала просто обычной водой, но реально сюда бы так было бы в тему колу или фантум. Прям было бы вау, прям пальчики оближешь. Я съела две шаурмы. Честно, это немного, я бы еще одну бы съела с удовольствием, но, к сожалению, нет. Вот пакетик с шаурмой. На этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех целую. Пока!